Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! С вами Оля Кончанова, канал Как Живут Другие. И сегодня, не побоюсь этого слова, мы находимся в уникальной однокомнатной квартире в центре Москвы. Я честно удивлена, сегодня уже было много раз, потому что я ее немножко обошла. Поэтому обещаю, сегодняшний выпуск будет просто потрясающим. Оставайтесь и смотрите до конца. Таня, привет! Скажем всем привет! Привет! В двух словах, что за площадь и высота потолков в этом помещении? Квартира 30 квадратных метров, это однушка, высота потолков 2,45. Здесь выполнена полная перепланировка. Если вы посмотрите, сзади там была кухня, теперь здесь спальня. Кухня перенеслась в зону коридора. По нормам на тот момент можно было мокрую точку устраивать в зоне коридора. То есть, где сейчас вот стоит кухня, тут был коридор. Вот это вот по балке была стена, которая окраждала вот эту большую единственную комнату. Сейчас это стало одним большим пространством, но поделенное на несколько зон. Давай еще два момента сразу уточним. Первое, Таня архитектор, и второе, делала ты квартиру для себя, да? Да, для себя, именно для одного человека. Еще раз повторюсь, здесь неудобно жить вдвоем. Может быть, кого-то привезти в гости. Хотя у меня здесь собиралась достаточно большая компания, я посчитала 15 человек. И у нас тут еще мы устраивали мастер-класс. Но так, это квартира для одного, можно сказать, квартира для эгоиста. Супер. У меня миллион вопросов, потому что здесь все так необычно сделано. Давай начнем с кухни. Я всегда предпочитаю с этого начинать, мне нравится. И у меня первым делом сразу вопрос по покрытию. И вот эти вещи, про которые я всегда всех спрашиваю. Вот, да? Да. Видно? Ну, вообще, я, в принципе, начну, наверное, с бюджета. Хотелось сделать максимально ее бюджетную, потому что этот дом, он, ну, недорогой. И я делала просто такую маленькую норку в центре Москвы. Я знала, что я буду жить за городом, но здесь как можно было базироваться. Поэтому, ну, и думала, что потом, может быть, я буду ее сдавать. Поэтому я не хотела вкладывать больших денег. Кухня на тот момент еще икеевская, когда она была открыта. Но в практике не очень, даже несмотря на то, что я установила эти ручки, купила я в H&M Home тогда на тот момент открытый. Но, в принципе, на Алиэкспресс сейчас куча таких. Несмотря на это, все равно вот эти ляпы, они не стираются, то есть любыми пирожками, всем чем угодно, не вымывается. Вот здесь вот тоже холодильник, а вот эти вот жирные пятна, не вариант. То есть матовое покрытие, именно вот икеевское, оно не отработало. На самом деле, не так страшно это. Просто я обратила внимание, потому что я до этого снимала видео удаленно, и не было возможности у меня потрогать руками. Но на самом деле, ничего страшного. Просто тот, кто хочет матовое покрытие, должен понимать то, что вот так может получиться. Но при этом, это качество жизни не падает. Не падает совершенно. Лучше выбирать качественные, хорошие покрытия. Лучше как бы не экономить на фасадах, чтобы они точно отмывались. Здесь я встроила практически все, потому что тут у меня стиральная машинка, она совмещенная с сушилкой. Я ненавижу вот эти вот раскладные станции, где вот эта куча висит белья, поэтому здесь она стирается и сразу сушится. В принципе, неплохая модель, она там стоила дороже, опять же, чем все остальные, но зато она выполняет свою функцию. Встроенный холодильник, ну, естественно, он маленький, мне этого достаточно специально, чтобы тут освободить еще место для посуды. А вот прикольно, я люблю смотреть хранение, и как ты вышла, интересно, из положения. Да, то есть здесь вот можно добраться до самых... За счет того, что тут выдвижные ящики, можно как бы добраться туда вдаль. Вот, поэтому, ну, мне как бы хватает, и все помещается. Если интересно, можно посмотреть, то есть здесь вся посуда, вот, и здесь вытяжка, еще какие-то там мелкие вещи. А вот интересно, что в этом ящичке, вот этот, может, глухой, можно открыть? Да, он открывается. Здесь вот для раковины, я тоже не люблю, когда стоит тут всякие мочалки-средства, то есть средства вот здесь вот обязательно, всегда нужно выводить, кстати. Раковина маленькая, но тоже мне вполне хватает. И тут ящик для сепарированного мусора тоже вполне себе хватает. А вот еще, знаешь, вопрос. Ну, правда, для одного, наверное, не слишком актуальный, но посудомоечная нет, а раковина просто малютка. У меня был принцип такой. Я живу в центре, здесь куча клевых ресторанов, и максимум, что я могу тут с утра, не знаю, там, сделать яичницу, и все. Дальше все там обед, ужин, и даже завтрак, я с удовольствием ходила в кофейню. То есть это вот чисто там, ну, такое что-то очень маленькое сделать. Я это выбрала, потому что для меня это как бы вот такой образ жизни, он был комфортен. Вот, поэтому для кого-то, да, нужно побольше раковину и так далее, но мне как бы этого хватало. Ну, и плюс духовка маленькая, чтобы поместились еще два ящика с приборами. И тут вот еще всякие такие более крупные. Теоретически это должно было быть наоборот, то есть духовка ниже, это выше. Вот, но за счет вот этой плиты оно не получилось. В общем, сделали так. Я думаю, что если заморочить, это можно как-то повинять местами. Вот, духовку тоже со встроенной функцией микроволновки. То есть два в одном, опять же, можно и разогреть. Я почему-то хотела им духовку, чтобы делать с утра круассаны. Но я их ни разу не делала. А я хочу обратить внимание на кухню, то, что вот она не до верха. Просто часто в хрущевках, например, люди убирают стену. Смотрите, как изящно сделано. То есть, в принципе, там кухня не до потолка. Но вот эта верхняя часть, не знаю, как ее правильно обозвать. Архитектор мне поможет. Верхняя часть кухни. Да. Верхняя часть стены. Она все прячет. И там внутри черный, да? Да, это черный. Здесь натяжной потолок черный. Я специально хотела оставить воздух. Я думала, туда можно было бы в том числе какие-то аксессуары добавить. То есть только раз стоишь, оп, и там что-то вылезает. Ну и плюс, как бы, такой отсыл вот к этому зеркальному кубу гардеробную, про который, скажем, позже. Это уже такое, как бы, ну, обивка по вертикали. Всегда проблема соединить, ну, сделать фартук на боковой стене, потому что глубина нижних шкафов и верхних, она разная. Вот. И здесь можно выйти из положения, сделать кусок камня вот такой формы. То есть не делать какую-то кривулю, ну, не делать это до конца. Да, вот. И, в принципе, вот такой вот высоты фартук ее хватает. Это натуральный мрамор. Тоже, кстати, как вариант находить в... Ну, так как я сотрудничаю с каменными цехами, вот. У них есть очень много остатков небольших. И для маленьких кухонь можно как раз, ну, где-то нарыть небольшие вот эти вот обрезки, которые остаются после большого производства, и они очень дешево стоят. Круто. Давайте пройдемся по вещам, прям по порядку, на которые я обратила внимание и удивилась очень сильно. Это вот этот шкаф. Я думала, что это шкаф, но на самом деле это гардеробная. И то, что она не доведена до потолка, по-моему, просто гениально. Тань, ты молодец. Во-первых, я такого не видела. Во-вторых, это же решает много проблем. Да, он пропал в пространстве за счет того, что он зеркальный. В то же время это вместительная гардеробная. И не обязательно каждый раз включать там свет. Ну, естественно, свет попадает через этот верх в гардеробную. У меня вопрос. Кто и как тебе сделал обивку этого шкафа, обшивку и зеркалами? Делали мастера. Просто зеркальщики выполнили плохо. Здесь вот нужно внимательно за ними следить. Потому что вот этот стык... Ну, я уже, естественно, не обращаю на него внимания. Но если... Так как для себя я немножечко забила, но для заказчиков, конечно, это я бы заставила переделать. Но, в принципе, это все делали просто зеркальщики. Дверь заказывалась отдельно. И дальше зеркальщики мне сделали еще вот такой вот здесь... Портальчик. Как портал, да. Это он был необходимый, чтобы закрыть этот стык. То есть не получилось. А вот на что это? Это гипсокартон? Или как разведено? Это стена из блока. Здесь все стены из газоблока. И это и санузловская. То есть так как все заново строили, вот. И дальше просто они ее штукатурили и выравнивали. То есть нужно идеально ровно сделать стену, чтобы зеркало нормально встало. Из-за того, чтобы были стены неровные, но вот так вот. Еще вот такой момент. Не знаю, это мы интересные. Это интересно. Да, да, да. Ты разный. У нас очень часто мы используем на зеркалах бра, выключатели и так далее. Мы за зеркалом делаем специальные, ну, как из фанеры, такие накладки. Но я не была уверена в качестве работы этих строителей. Поэтому я попросила именно сделать вырез, чтобы не было давления дополнительно на зеркало. Мне не пришлось перезаказывать весь этот кусок. Поэтому, в принципе, если вы не уверены, хотите подешевле сделать, то лучше просто сделать вырез под выключатели или бра. Так как эта квартира для одного человека была, я пожила здесь два месяца. Через два месяца я вышла замуж и переехала к мужу. И мы здесь иногда остаемся набегами буквально один-два раза в месяц. Небольшое количество вещей. Поэтому для одного человека здесь комфортно. Ну, вместительно очень. Да, ну, очень вместительно. Несмотря на то, что здесь как бы менее глубокое. И если видите, тут как бы вышла, она торчит. Но зато это позволило сэкономить пространство. То есть здесь вот где-то 30 сантиметров. Здесь уже 60. Тут нормально висит. Но меня не смущает то, что это как бы выходит в проем. Очень большое количество ящиков. Туда и бессильное белье, и полотенце. Все можно вместить. Ну, однушка, да. Да, и в принципе у меня... Здесь можно посмотреть вот весь... Здесь все хозяйственные услуги. Они поместились вот в этом шкафу. Можно посмотреть внутри. Значит, пылесос. Я сразу вывела розетки там. Здесь пылесос. Вот такая вот полочка для каких-то пузырьков. И тут, в общем, всякие какие-то еще строительные штуки, если что-то пригодится. В общем, у меня все здесь помещается абсолютно. В том числе и швабра. Даже здесь есть еще одна розетка. Я подключаю сюда отпариватель. И здесь в гардеробной прям отпариваю вещи. Ну, я не использую гладильную доску. У меня тоже этого хватает. Ты решила даже обои здесь поклеить? Казалось бы, шкафчик. Да, да. Вообще нормально. Очень все практично. Ну, как-то меня здесь не задевает. И нету никаких вот... Наверное, они со временем появятся, я уверена. Но я подумала, ну и что переклею так даже интереснее. И вот очень удобная такая штука для какой-то косметики, всяких мелочей. Тоже ручки в интернете купила такие кожаные. Класс. Двигаемся дальше. И тут я, если честно, не могла сначала определиться, куда смотреть. На стену или в спальню. Пойдем покажем в спальню. Мне кажется, что это больше вау-эффекта вызовет. Потому что такого не видела я давным-давно. Ткань на потолке и вот этот... Как его даже обозвать? Будуа. Будуа, да. Этот, как это называется, я запела. Не вспомню. Да, мне хотелось сделать какую-то такую очень уютную нишу. Вот поэтому... И чтобы это, опять же, было недорого в исполнении. Поэтому я заказала просто льняную ткань. Здесь двумя слоями сшили. И можно вот так вот закрываться. Ставить блэкаут. Я включаю кондиционер и просто спать спокойно летом после вечеринки. Где ты взяла ткань? Кто тебе это все сшил? И на самом деле, как вот это спроектировать? То есть, что нужно сказать о шелье? Какой-то проект есть для этого? Ну, то есть, как это сделать? Я это придумала сама. Я заказала ткань. Какой-то, типа, ивановский лен. Нашла просто в интернете. Она вышла достаточно недорого. Потому что я покупала рулонами. Нашла на проферу швею. И вот эти карнизы. Кто выполнил, не очень качественно. Мы тут его сделали. Ну, вот там вот забили его. Но в целом здесь просто идет 4 карниза. Куда вешается вот этот балдахин. Вот этот балдахин. Там это все стягивается на шнурочке. Вот так вот затягивается. Вокруг люстры. То есть, в принципе, это легко шнурочки развязать. Снять это с карниза, постирать и опять повесить. И еще вопрос, что за шторами? Потому что это ведь шторы, а не стена, да? Да, это шторы. Здесь дом с газовым этим котлом. Поэтому тут прячется. Газовый котел. Что, кстати, удобно. Не выключают воду на лето. Так, а слушай, а не страшно спать около газа? Ну, я когда лежу, я не включаю. То есть, я либо здесь, либо я в ванной пользуюсь горячей водой. Поэтому, ну, как бы, наверное, да, были какие-то опасения. Но я эти все риски приняла на себя. Это абсолютно, как бы, ну, безопасный газовый котел. Он должен быть здесь, где должна быть кухня. Вот, поэтому он, как бы, весь этот газ, он шел на кухню и на горячую воду кухни. Вот, но у меня он идет вот на горячую воду санузла и, соответственно, кухня, которая переехала сюда. Здесь мы не трогали трубы, только заменили все соединения. Купили новый котел, который абсолютно безопасный. Его не нужно закрывать за каким-то люком. То есть, он может находиться в открытом виде. Поэтому тут все, как бы, соединения новые и все абсолютно безопасно сделано официально у газовщиков. Ладно, принято. И давай скажем, что за этим окном, но потом туда пройдем попозже. Главной, наверное, фишкой, которую мне хотелось выполнить, это было окно в санузле. Но потом я подумала, зачем мы просто делать просто окно, когда можно сделать проход туда. Я, кстати, постоянно этим пользуюсь. Из ванной, из кровати я выхожу сразу или ночью в туалет, или с утра сразу иду в душ. И это очень удобно, потому что есть эргономическое неудобство, когда кровать стоит в нише. То есть, ты должен выползать туда. То есть, удобнее, как бы, сходить вбок. Вот, поэтому здесь очень удобно. Я сюда, как бы, схожу сразу в душевое. И, в принципе, и захожу так же вечером, чищу зубы. И сюда захожу, закрываю дверку и сплю. Ну, вот тоже, скажем для зрителей, что вот эта особенность как раз-таки говорит нам о том, что вдвоем жить, ну, такое. То есть, если один ночью решил подняться в душ или в ванну, да, то он другого будет. Да, то включается свет, и вот это вот стекло, оно все светится. То есть, это неудобно вдвоем. Это только решение для одного. Так, и еще маленькая фишечка. Смотрите. Подписанные выключатели. Мы когда-то, я помню, был совет у нас от дизайнера о том, что не делайте много клавиш, потому что это буквально как фортепианты. Потом можешь путаться, где что включается. Ну, вот смотрите, какой выход из этого положения. Прикольно, все подписано. Да, очень круто. Чем подписывала? Белым маркером на наклеечках. Кровать сделана нашим производителем российским. Очень, можно говорить, бренды? Конечно, нужно, да. Компания Витцет. Я абсолютно стала довольна этим производителем. И еще использую его и рекомендую всем. Во-первых, они сделали на заказ вот это вот солнышко. Свет прикольный. Да, и очень удобная. И здесь, конечно же, есть место хранения, потому что я занимаюсь кайтсерфингом. И у меня тут были и доски, и кайты, и парашюты, и сноуборды. То есть все, что вот как бы вот так вот большое, длинное класть, и здесь это некуда. То есть это, ну, необходимо. Плюс чемоданы еще тоже очень удобно. Все прячется здесь. Но, кстати, надо отметить, что велик стоит в коридоре. У тебя вообще все есть, да? Да, но велик, он, так как он сам по себе красивый, это шоссейный велосипед. И он, мне кажется, настолько красивый по дизайну, что сюда вписывается. Компактный. Двигаемся дальше. И, конечно же, мы должны поговорить с тобой про стену, про роспись. Во-первых, кто это сделал и как. Понятно, что это все вручную. На чем? Что это на стене? Стена, сделанная мной и моими коллегами-друзьями, архитекторами. Я фанатка творчества Келли Веслер. Это американская дизайнер, и у нее есть обои вот прям с этим принтом. И сначала я посмотрела, думала, как их купить. Но оказалось, очень долгий срок поставки, я уже не успевала. И плюс я хотела, чтобы это все равно чуть-чуть заползло на потолок. И поэтому мы два часа работы, бутылочка красного вина, и вот, пожалуйста. Круто. Ну а стены, это просто покраска, да? Да, это просто покраска. И сверху акриловой краской, кисточкой. Сначала мы даже что-то тут карандашом делали, потом просто уже мазали как есть, и мне прям она очень нравится, эта стена. Также она дополнилась артом. Мне очень нравятся картины. Я сама пишу, но и люблю покупать искусство в галерее. Да, Reloft. Вот это вот была работа куплена. Честно говоря, я купила ее для мужа. Он сюда так идеально вписался. Вот, это в Art Brut в галерее было куплено. Я даже назвала ее Сюзанна. Кроссовки, называется прогулка по патриаршам. Тоже они, вроде, здесь недалеко и как-то в тему. Еще про руку хотела спросить, про светильник. Не должен ли он быть наоборот? И не специально ли это так крипово выглядит? Да, он, ну, изначально, конечно, идет сверху, но когда его привезли с Алиэкспресса, мне очень понравилось это состояние, вот этой невесомости. Как будто он шик, как будто этот мяч. Динамики гораздо больше, так. Да, 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 как мяч такой, достаточно много света, очень удачный светильник. Еще подружка 5 таких купила себе на квартиру, потому что он всем очень понравился. Вот, и здесь потолок, там он выполнен, ну, как натяжной потолок. Здесь я просто оставила бетонные плиты, как они есть, и при помощи краскопульта нанесли прям один даже или два слоя, чтобы чуть-чуть просвечивался даже серый цвет. Такой, видны были вот эти вот все следы штукатурки такой отвалившейся. Но у меня был вопрос, как сделать кабель на... Потому что бетонные плиты нельзя... И я уже на него посмотрела, уже готовлюсь, знаешь, спросить. Да, бетонные плиты нельзя штрабить на какой-то кабель-канал. Тоже все это страшно, поэтому я просто купила цепь. И там в дворе ее красила желтым цветом, в цвет этой вазы, которую я тоже сама сделала. И пропустила просто туда шнур. Круто! Да, просто пропустила шнур, и, в общем, получилось, что она даже вот чуть-чуть перекликается вот с керамической вазой. В общем, как идея тоже вот это через цепь притянуть какие-то вещи для такого потолка, который нельзя штрабить. Вообще сложный у тебя интерьер, потому что тут много фактур, цветов, ритмов. Прям вот, пожалуйста, такие шарики изумительные, да, сочетаются. И со всем очень это все как-то соединяется. Ты молодец, мне нравится. Спасибо. Здесь тоже присутствует керамика. Например, вот эту вазу, эту скульптуру я сделала сама. Я очень люблю керамику. Мне кажется, это прям делает интерьер таким самобытным и ручным таким вот чем-то очень интересным. Изначально я хотела сделать шторы, но потом поняла, что шторы будут забирать пространство. Здесь, ну, как бы, каждый сантиметр важен. Вот, поэтому подоконник – это функциональное пространство, где можно, там, ставить аксессуары. Алису, там, я работаю когда-то, что-то сюда ставлю. Там, салфетки, чтобы не занимать место на столе. Ну, в общем, это такое функциональное пространство, которое... Попробуем? Да. Как это делать? А вниз просто опускать. Да, и здесь как раз я выбрала вот эти шторы, это как-то первый этаж. И мне хотелось закрыть вот эти головешки, которые подходят. Вот, поэтому... Ну, я вижу небо, я вижу... Да, и в плазму. Мы тоже жили на первом этаже, и у нас тоже были из Икеи. Правда, вот не такого хорошего качества. Где ты вот это взяла? Да, это я заказывала в Одессу, как раз, Веренда, называется компания. Они хорошо, качественно все сделали. То есть здесь это идет не блок-аут, а спальня. Они сделали блок-аут как раз, чтобы можно было закрывать. Вот. Достаточно хорошо, быстро сделали. Могу рекомендовать этого подрядчика. Так, барабанная дробь. Я всегда спрашиваю про диван. И сейчас я могу не спрашивать, а просто на него сесть и сказать. Удобный он или нет? И он, я вам скажу, удобный. Посадка при желании так, при желании так. Классно. Откуда он? Диваны делает моя подруга. В комментариях будет написана компания. Естественно, все сделали прекрасно, без вопросов. Все размеры были на заказ. То есть он реальный, там, подлокотник он шире, я просила поуже. Плюс он раскладывается, что тоже очень классно. Раскладывается просто как... Ну, можно... Я могу продемонстрировать? Просто как лежанка. То есть, например, если я не хочу работать за столом. Вот он вот так вот раскладывается и получается... Сюда тоже я кладу подушку и получается как удобная, просто как козетка. Иногда я просто его оставляю в таком виде, потому что он выглядит законченным и завершенным. Тоже крайне рекомендую этого подрядчика. Подушки можно тоже разные. То есть они где-то достаточно толстые. Можно поуже сделать, чтобы было глубже сидение. Вот. В общем, качество отличное. Друзья, из выпуска в выпуск я читаю под видео комментарии о том, что классно смотреть квартиры реальных людей. Поэтому, дорогие зрители, я приглашаю вас принимать участие в наших съемках. Это всегда интересно. Это не требует от вас каких-то дополнительных навыков и знаний. Мы команда профессионалов и точно знаем, что делать. И, конечно, мы с радостью заглянем в ваши необычные, живые, уютные квартиры и дома. Пишите нам на электронную почту, высылайте пару слов о квартире и ее фотографии, и мы обязательно свяжемся с вами. Настоятельно приглашаю вас показать, как живут другие. Еще вопрос про ковер и про столик. И вообще про декор, потому что я еще обратила внимание, что и у этого стола ногу ты, наверное, сама, да? Нет, нет, я тоже могу сейчас рассказать. Это российские производители, они делают очень хорошие столы. Опять же, в комментариях можно будет увидеть производителя разных цветов. Вот я выбрала такой светлый цвет. Могу сказать, что полностью довольна, потому что люблю натуральный материал. Это натуральный дуб, и он стоил каких-то вообще совершенно адекватных денег. Стулья я заказывала. Ну, я хотела, чтобы это были какие-то более удобные кресла. Они просто прям вот стул. Да, они занимают много места. Но мне важно было, чтобы можно было и развалить, и удобно, чтобы это как бы было стул-кресло. Ну, а ты знаешь, вау-эффект у меня вызвали, потому что я когда увидела, такая, о, я хочу сюда все. Да, да, они очень удобные. Вот это очень, кстати, удобная штука. Я прям крайне рекомендую, вот даже несмотря на то, что здесь три шага, но так удобно сюда сложить всю посуду, потом туда и ее помыть. И даже, например, когда ты сервируешь что-то, ты сюда там все кладешь, потом хоп, поставил. И не обязательно все сваливать на стол сразу, оно может как бы быть и здесь, или там пить кофе. То есть это прям супер штука, даже для маленьких пространств, такая вот мобильная. Ковер привезенный мной из Турции, место Акьяка, где катаются на кайте. У них такие вот антикварные ковры, он сшит из каких-то двух половинок. Вот, ну, он просто создает такой цветовой эффект и чуть-чуть дает тепло. Ну, видно, что он не местный. Да, 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 он не местный. Столик H&M Home, как раз тогда, по-моему, закрывали все эти магазины. Я просто судорожно скупала все. Вот этот вообще прекрасный столик. Я еще хотела вот этот такой узел показать один. Потому что, ну, так как этот дом старый, трубы здесь нельзя было закрывать. Ну, будет капитальный ремонт там в каком-то году, когда его согласуют. Поэтому, ну, нельзя было прятать никакие трубы. И здесь у меня возникла дилемма, как красиво их обыграть. Вот, поэтому вот возникла такая идея сделать их черные, с черным фоном и латунными вставками. Выделить этот узел мне очень нравится лично. Вот, поэтому я уверена, что когда они придут там через несколько лет, менять эти трубы, я спокойно просто, ну, не руша все, весь гипсокартон, все это можно заменить. Ну, это из разряда не можешь спрятать, подчеркни. Да, подчеркни и сделай красиво. Ну, и опять же, вот эти вот все моменты. Я очень люблю использовать латунь. Вот здесь немножечко. Монтаж шкафа. И вот стык, например, некрасиво, когда стыкуются белый цвет, ну, там разные два контрастных цвета, всегда проблема вывести идеальную ровную линию цветом. Поэтому можно это выделить каким-то красивым латунным профилем. Не уголком, а именно гладким латунным профилем, который только подчеркнет какие-то вот детали, смесители, там, чайники и так далее. Добрались до прихожей. Ну, сразу про хранение даже спрашивать не буду, потому что вот гардеробная, мы ее уже посмотрели. Смотрите, какая классная плитка на стене в прихожей. И это так необычно. И крючочки на ней так круто смотрятся, вообще как будто на кухню намек. Я специально сделала здесь плитку, потому что, ну, у меня тут велосипед стоит, постоянное такое проходное место. Сюда, ну, вешаю иногда тоже какие-то куртки. Но в основном это было из-за велосипеда. Это плитка керамо-морация. Я сделала ее с таракотовыми швами. Вот, и она стала выглядеть как панельки. Они подчеркивают вот этот арт, который висит на стене тоже таракотового цвета. Здесь, это тоже идея с обрезками из камня. Взяты разные камни, какие-то обрезки. Ну, мне хотелось просто внести какого-то такого взрыва и сумасшествия цветов. Вот, так вот обыграла я входную группу. Очень удобно. Здесь ступенька, можно хоть и обувь тоже сложить. Это шкафчик из икеи, подвесной. Здесь лежат там роутеры. Еще там сюда и обувь тоже там частично я могу положить. Очень удобно, когда при входе есть для ключей какое-то пространство. Ну да, такая точечка, куда ты все бросил. А вот знаешь, какой вопрос? Почему не стала сделать здесь яркое освещение, довольно темный коридор? Я вообще не люблю яркое освещение. Мне не нравится. Многие могут сказать, что здесь темно. Но мне... Я никогда не включаю верхний свет. Это, например, люстра сделана тоже по моему дизайну. Вместе с компанией Эклекта мы делаем светильники. Из песка? Это пластик, сделанный из... Ну, сделанный под камень. Вот. Но так это пластик. Здесь вот это из МДФ желтым покрашено. И она именно такая атмосферная. То есть можно было сделать и ярче намного свет. В нашей коллекции есть там более яркие. Но я именно хотела сделать такое, чтобы был приглушенный свет. А знаешь, такие бывают штуки, когда песком рисуют на свету? А, да. Ассоциации. Я думала, прям это так и есть. Да, похоже, кстати. Вот. Здесь натяжной потолок, покрашенные стены. И вот эти вот кружочки. Это просто наклейки для пакетов. Я сама клеила вот этот вот горошек. Ведь я люблю горошек. Вот. И вас заселить тоже с таким же горошком. С вот этой вот мушкой. И такое ощущение, что это ее мушки побежали туда. Или вот, может быть, она пукнула и на стену это пошла. Пойдем смотреть санузел. Санузел. Мне очень нравится, что здесь есть естественный свет. Как мы уже видели ранее, из кровати можно сюда плюхнуться. Сразу принять душ. У меня будильник срабатывает, Алиса. Включается музыка. Я прыгаю в душ с открытой дверью, с музыкой моюсь. Выхожу сюда. Здесь достаточно места для каких-то... Вот тут вот два ящика есть. Также шкаф с инсталляцией, он задействован. И тут полно места и пространства для каких-то пузырьков. Даже вот самые какие-то минимальные закуточки все равно я использовала под место хранения. Это всегда необходимо для маленьких квартир. Кто тебе сделал мебель на заказ? Это уже делали мои подрядчики, любимые, с которыми мы всегда работаем. Они мне сказали, почему ты сразу меня с ним позвала? Мы не поняли. Но это мебель на заказ компании Одинарт. Тут я тоже использовала эти же ручки H&M, как и на кухне, чтобы все связывалось. Много тоже возникло вот этих вот стыковок, но это из-за того, что, как обычно, сапожник без сапог, строители у меня здесь были дешевые. Ну, мои строители были заняты. В общем, там какой-то пришел, очень плохой сделал стык. Вот можно решить каким-то декоративным такой вот бечевкой, веревкой, некрасивый стык. То есть в идеале это должно было быть в один уровень. Но если это не вышло, не беда, можно всегда придумать какой-то декор. В том числе он перекликается с южными такими вот здесь вот этот ротанг, где туалет, там бусы из Занзибара. То есть тоже все как бы такое перекликается. А вот у меня знаешь какой вопрос? Спальня и мокрая зона прям вот в пяти сантиметров друг от друга. Вообще, ну, я не испытываю никакого дискомфорта. Опять же, как я сказала, иногда моюсь даже с открытой вот этой дверцей. Ничего здесь не залетает, никакой влажности нет. Потому что здесь вентиляция прям вот в душе. И все сразу затягивает. То есть нет ни влаги, ни воды не попадает. То есть, ну, как-то я не испытываю никакого здесь дискомфорта. Плиточка Эквип, да, я не знала. Плитка Эквип, да, любимая наша. Очень часто мы ее используем. Прекрасно она выглядит. И это тоже керамо-марацци полосатенькая. Расскажи про устройство вот этой ступеньки в душе. Почему она такая высокая? Здесь изначально должна была быть ванна. Ну, как бы она ванна здесь, в квартире. Но я понижала уровень пола, чтобы хоть чуть-чуть добавить высоте квартиры. И 10 сантиметров пола здесь я опустила. Вот, соответственно, для того, чтобы установить трап, и, ну, как бы, был хороший слив, мне пришлось поднять эту душевую. То есть это была необходимая мера. Но так даже лучше, как мы говорим. Поднялся пол душевой и удобно стало выходить из кровати сюда, потому что здесь чуть выше пол. Ну, то есть я не испытываю никакого неудобства в том плане, что душевая выше. У меня все устраивает. А что за крестики в зеркале? Честно понимаю, должен был быть светильник, да? Честно говоря, нет, здесь не светильник. Я думаю, до сих пор это мысль. Мне нравится зеркало на зеркале. Мне нравится, когда есть большое зеркало, и здесь еще какое-то вот красивенькое такое. И я хотела, чтобы оно висело здесь. Но потом, когда сделала, я поняла, что все-таки мне так больше нравится, чем зеркало на зеркале. И хочу туда что-то, может, из керамики какие-то красивые штуки сделать. И каротина. В общем, это полет для творчества. Тань, спасибо огромное. Очень интересная квартира. Я прям рада, что я у тебя здесь оказалась сама, живую. Все посмотрела, потрогала. В конце видео герои дают какой-нибудь совет о жизни или о ремонте. Я думаю, что нам будет очень интересно послушать твой. Потому что ты живешь из разряда «Так можно было?» Мой совет – не слушайте никого. Не слушайте никакие «А вот это вот удобно, а так надо». Делайте, как удобно вам. Вот хочется из кровати выходить в душ, сделайте это. Хочется большую гардеробную в 30-метровой квартире, сделайте это. И вы будете кайфовать. Делайте то, что вам хочется. И не слушайте никакого мнения, что вот так вот удобно. Живите так, как вам хочется. Это самый главный мой совет. Итак, я уверена, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите ниже комментарий и делайте репост для тех, у кого идет ремонт. Это им будет очень полезно и важно. А еще это будет полезно нам. Подписывайтесь на канал «Как живут другие». Не пропускайте новые выпуски. Увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Может быть, мы будем использовать стеклоблок. Все пугаются, прям напрягаются. Луч света падает на лицо, и тебя хорошо видно. Здесь можно спокойно краситься. Стала большая система хранения. Вау. Да, которая сливается. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok